Девушки отдыхают Грынза и синий чулок Вот Теперь понятно, откуда у вас язык Должен вам сказать Вы говорите практически без акцента В детстве с родителями в Германии жила Папа военный был А потом Переехали на север В маленький городок За полярным кругом Вы видишь, себя не представляете Как там От доски выть хочется А я ведь даже кошку завести не могу У меня аллергия Я все равно не могу понять А к чему вообще весь этот маскарад А вдруг получилось бы А что получилось бы Да хоть что-нибудь Немка, аристократка Я ж думаю, у меня так больше шансов Кого-то заинтересовать Ну а что потом? Да не будет никакого потом В сказки я не верю Зато хоть эти два дня Другой жизни Они бы меня потом Всю зиму бы грели Вам не понять Виолетта Извините, Клавдия А только мне надо ее жалеть Вы не говорите больше никому, ладно? Евгений Он ведь, кажется, не против Он понимает Понимаю, понимаю Насколько я понял Он тоже одинок Вы думаете У меня есть шанс? Мне вот кажется Что Костя с Наташей Они больше всего похожи На золотую парочку Костя вообще же без башни Интересно, куда он пошел А кстати, да Он же должен был К Виолетте идти Ну типа там Телевизор настраивать Что если они все-таки парой Просто делали вид? Не, я не уверен Евгений заказывал два билета Причем один из них На женское имя Я не помню, какой Но надо уточнить Приехал-то один А если по его плану Подельница присоединится К нему уже В самом музее интере За ним проследить Зачем осторожно Может я действительно К ней на встречу пошел Мужчин往 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что это за памятник? Моряк с обезьянкой. Еще одна золотая парочка. Что они делали? Трет на удачу такая, туристическая фишка. Дорогая обезьяна, прошу, не подведи меня. Завтра самый важный день. От того, как все пройдет, зависит моя жизнь. И не только моя. Саша, теперь твоя очередь. Проходи, проходи. Говорят, работает, да? Можно? Черт, Юра опять все испортил. Он же профессор, ну, весь в науке. Бывает. Ладно, пошли. Главное мы уже выяснили. Да-да. Надеюсь, мы его не спугнули. Ты нежная и хрупкая. Никому даже в голову не может прийти, что ты крутой детектив. Ну, ладно, прям круто. Я просто люблю свою работу. Вот. Ты знаешь, какая сейчас редкость, когда человек на своем месте? Вот, например, я. Пока не начал экскурсии водить. Я какой только фигней не занимался. Потом понял, что хватит. И начал мир узнавать. Ну, в прямом смысле. То есть страны, историю, культуру. Да, это здорово. Я тоже очень люблю путешествовать. А где ты был? Ну, вот, например, весь прошлый год серфил в Убуди на Бали. Да ты что? Мы с Юрой как раз туда собирались. Там говорят, просто рай. Ну, это, знаешь, на картинке там рай. А на самом деле, вне сезон просто жестью. Эти все белоснежные пляжи, они буквально завалены горами мусора. Откуда? Из океана выносят, когда ветра начинаются. Ну, что-то к берегу не прибьет. И среди всего этого хлама бродят несчастные серферы. Доски свои ищут, которые в прошлые годы не смогли. Находят. Вот ты где. А я думал, ты провалилась. Куда? Ну, это я так, образно. Все в порядке. Павел в курсе и готов нам помогать. Поздравляю. Теперь у тебя целая следственная группа. Ну, я, пожалуй, пойду. Все. Спокойной ночи вам. До завтра. Чайка, чайка, я ворона. Прием, как слышно. Чш-ш-ш. Какая ворона? Соленая. Тихо, Юра, тихо. Не надо привлекать внимание. Никто ничего не должен знать, кроме первого попавшегося гида. Юра, хватит ерничать. Он не первый попавшийся, руководитель группы. В какой-то степени при исполнении. Исполнение чего? Дурацких розыгрышей, открыток и буклетов? Он проводит экскурсии по историческим местам. В какой-то степени твой коллега. Не ходячая энциклопедия, конечно. А он даже не википедия. Что-то новенькое. К работе ты меня всегда виновала, а вот к мужчине впервые. Это не ревность, это анализ. Когда твоя женщина всю ночь гуляет с другим, значит, ты ей... Не больно, ты ей нужен. Шикарный анализ, браво. Расскажи лучше, как вы с Виолетой погуляли. С Клавдией. Клавдию-то где нашел? Виолетта фон Гиппель. Она же Клавдия Юрьевна Куринец. Училка немецкого и заполярного круга. В поисках романтических утех. Короче, обычная одинокая тетка. Новая легенда? Думаю, это правда. Мне даже жалко ее немного, если честно. Я сейчас не поняла ничего, что она главный подозреваемый сейчас. Она и Евгения. Саша. Я больше не хочу ни за кем шпионить. Куда ни сунемся. Одно чужое белье. Некрасиво и неприятно. Угу. Здорово. То есть ты больше не хочешь мне помогать. Я думала, мы напарники. Да, напарники. А я тебя только в качестве напарника интересую. Юр, ты не видел мой второй ботинок, а? Он на тебе. Это первый. Тогда не знаю, кто из нас специалист по розыску. Юр, ну хватит злиться. Сегодня мой розыск в любом случае закончится. И что начнется? Сообщение пришло, прости. Ничего себе. Представляешь, оказывается, парочка раньше оставляла эти послания. Смотри. В Новосибирске грабители оставили кота Цветок Лодоса, в Казани Терновый венок, в Питере попугай Букет Васильков, а в Сочи вообще летучую мышь. А старший оперуполномоченный Андреева оставила в Калининграде левый ботинок. Спасибо. Ты понимаешь хоть что-нибудь? Ну, так сразу нет. Могу подумать. Подумай, пожалуйста. Сейчас пришли тебе сообщения. Доброе утро. Доброе утро. Саш, опаздываем на соленых ворон. Нам еще сегодня грабителей ловить. Давай, не задерживайся. Извините. Вот это я понимаю напарник. Его и просить не надо, даже звать не надо. Сам бежит впереди паровоза. Йор, не начинай, а. Ну, перестань. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Оген. Вы, джентльмэн, вы первые пробовали. Ну, какая гадость. Я лучше чаю с этим упрямым ленивцем. Ну, или как там? Ну, в общем, с творогом. Отлично нам больше достанется. Всем приятного аппетита. Спасибо большое. Вам тоже. Дамка еще. А как этих ворон ловится? Постреляют, что ли? Динамитом гушат. Наташ, ну, чего это? Обычная колеца. Откуда вы знаете? Это у нас все знают. Только туристы на эти байки ведутся. Кто же мне, карасяец-порося? Чего? Ну, и просто интересно. А что до Костя потащился на экскурсию? Он же сам мог все показать Наташи. Официант! Для меня? Да, я зум даю этого. Драчка о себе настроить. Мы-то с тобой понимаем, да? Мне кажется, вы немного увлеклись. Не пора ли продолжить экскурсию? Хорошо, прощай. Итак, друзья, побыстрее расправляйтесь со своими воронами. Нас впереди ждет прогулка по танцующему лесу и поездка на Дюны Эфа. У меня такое отелло. Ну, почему отелло? Скорее, кело старый, мудрый. На Куршской косе можно увидеть хвойный лес, стволы которого петляют причудливыми зигзагами. Этот лес называют здесь танцующим. Трудно представить себе причину, по которой деревья танцуют подобным образом. В общем, Куршская коса – это еще и очень загадочное место. Давным-давно в этих местах охотился молодой прусский князь Бартий. Вот представьте себе, что я, этот князь, я еду на звук музыки, а на лесной полянке стоит самая красивая девушка на свете. Она играет на лире. Я, естественно, влюбляюсь в нее с первого взгляда. А она говорит, я не выйду за тебя замуж, пока ты не примешь христианство. А я говорю, ты докажи, что твой бог сильнее этих деревьев. Она начинает играть, и деревья начинают танцевать под ее музыку. Вот есть сила любви. Здесь не поют птицы. Практически не встречаются животные. А деревья изогнулись в самых причудливых формах. Виолетта, а сфотографируйте меня вон у того дерева. А потом я вас сфотографирую. Евгений! Евгений, вот, пожалуйста, по тропинке. Саша, а помнишь, фотограф посоветовал нам найти дерево и загадать чего? Давай загадаем. Давай. Ты письмо посмотри? Не понравился мне этот Костин карп на тарелке. Из той же серии, что все эти коты и голды. Карп ничего не значил, в отличие от голубей. Ну, смотри, грабители похитили шесть камней. Рубин, жемчуг, сапфир, топаз, агат, изумруд. Каждому камню соответствует своя планета Солнечной системы. Рубину, Марс, жемчугу, Луна, топазу, Меркурий. Янтарь же символизирует Солнце. Значит, все-таки зашифрованное послание. Получилось? Смотри. А вот так я могу. Еще средневековые астрологи разработали систему соответствия планет с животным миром. Так в мире соответствуют голуби, Сатурну летучие мыши и там, и так далее по списку. То есть выходит, что в Москве похитили с невесты этот изумруд, подбросили нам голубей. Какой-то у меня умный. Ну, зато старый. А вот Костя, кстати, умом не отличается. Шутки слишком плоские. Помогите! Он повышен! Скорее! То есть, не моя просьба, не предубеждение о том, что нельзя сходить с тропы, для вас не указ. А то, что от танцующего леса ничего кроме ваших глупых фотографий не останется. Это вам все равно? Ну, какого черта вы сюда полезли? Я не знаю. Но я хотел на память. Помогите мне вылезти. Извините. Это я его попросила. Спасибо. Давайте, пойдемте. Здесь нельзя находиться. Все, давайте. В автобус идите уже. Идите. Идите. Гергения я бы тоже вычеркивала. Для неуловимого грабителя он уж слишком неуклюжий. Ну, или вид делает. Да он как-то слишком травмоопасно делает, ведь. Сначала чуть не разбился сейчас. Вы опять со мной не согласны? Вам бы я вообще посоветовал заняться своим непосредственным делом. А не просто байки людям пересказать. И взять хотя бы этот лес. Ну, почему деревья танцуют? Это же так интересно. А есть несколько научных версий. Ну, не считая вашей волшебной лиры, конечно. Некоторые ученые, например, считают, что это из-за сильного ветра, перепадов температуры, особенностей почвы. Другие, что это насекомые погнули деревья. Ну, если это интересно, конечно. Юр, мне интересно. Я вижу. Юр. Юра! Профессор опять обиделся? А что он такой серьезный? Ты тоже хороший. И с чего мы вдруг начали секретничать? Пойми, ты, может, спугнуть преступника. А, все, я понял. Я понял. Я буду теперь соблюдать... Да, пожалуйста. ...конспирацию. Юр! Юра! Прошу вас, занимайте места. Я понимаю прекрасно, что все устали, но есть возможность немного отдохнуть, пока мы не приедем в веревочный парк. Галина, как вы себя чувствуете? Ну, я хорошо. Не волнуйтесь, пожалуйста. Только на эту веревку я не полезу. Можно? Я лучше в автобусе отдохну. Конечно. Спасибо. Это правильное решение. Так, все сели, да? Ну, значит, я могу продолжить нашу экскурсию. Но поскольку есть мнение, что я достаточно фривольно обращаюсь с некоторыми историческими фактами, а некоторые вообще могу не знать, то вот хочу предоставить слово настоящему специалисту, профессору истории. Прошу. Думаю, вы справитесь, коллега. Я верю в вас. Спасибо. Очень ценю ваше мнение. Перестаньте, не дам. Слогорский веревочный парк включает в себя четыре трассы, положенных по мере возрастания их сложности. Проходим за мной. Для тех, кто не знаком с подобного рода аттракционами, сразу скажем, что безопасность здесь на самом высоком уровне. То есть сама конструкция страховочного кольца даже при желании не позволит вам отстегнуться от страховочного каната, который идет вдоль всей трассы. Товарищ гид, а бывают желающие отстегнуться? От некоторых шутников совершенно не знаешь, чего ожидать. Пойдемте за мной. Эрген! Пойдемте. Вы подходите. Пойдемте, пойдемте. При помощи цветов можно передать настроение, чувство, идеи, особенно если не знаешь, как сказать этого открытого. У каждого цветка есть свой скрытый смысл. К примеру, обыкновенную фиалку. Белый цвет это всего лишь скромность. А вот синий символизирует верность. Эрген! Пойдемте! Слышал? Пойдемте! К примеру, и он не может быть в символах разбирается. У меня больше нет желания подслушивать чужие разговоры. Я тоже не подслушивала, просто они громко говорят. Догоняй! Оген! Может быть, не нужно? Ну, вообще, я не против рискнуть. Вы мой герой! Ну, а ты чего боишься? Еще чего. А сам? А я уже. Ага. Ладно. Бунде-бах! Профессор тут высочканул. Слушай, а что ты в нем нашла? Вы же совершенно разные. Это не твоя территория. Понял. Молчу. Давай, давай, давай! Давай! Давай, давай, давай! А-а-а! А-а-а! Оген, капуть! А-а-а! Капуть! 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 Этого еще не хватало! Евгений! Евгений, вы как, живы? Да все хорошо, я просто полежу чуть-чуть. Как это произошло? Трос не мог порваться просто так. Все в порядке? Все, все нормально. Вы уверены? Все, все хорошо. Скоро? Точно? Да. Приезжайте скорее. Спасибо. Вперед в парке человечества. Давай. Ты понимаешь, что это получается? Кто-то решил подстроить ему несчастный случай. Зачем? Может быть, он видел что-то или слышал. Сам того не знает. И они решили его убрать. Так, спокойно. Евгений, Евгений! Слышите меня? Скажите, когда вам инструктор выдавал снаряжение, он его проверял? Кто вам вообще отдал этот трос? Костя! Коста! Так, сейчас я все выясню. Дайте ваше видео, пожалуйста. Дайте, дайте. Вот гад какой, а! Получается, мне бы еще и отвечать за него. Кто он вообще? Да вон, огороданный. Я сейчас его шею сам сверну. Стоять! Стой, сказал! А ну стоять! Стой, сказал! Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Кончайте спектакль. Вы хотели получить страховку за несчастный случай, так? А как вы узнали? Ну, это было несложно. Вы так отчаянно занимаетесь членовредительством. Рассказывайте, что случилось, только не надо врать. У меня жизнь нарухнула. Я цветами занимался, пока не встретил одну женщину. А дальше, как в песне, я ей миллион алых роз, взял кредит, даже квартиру заложил. А она, когда поняла, что у меня ничего нет, я перестал ей быть нужен. Это вы хотели с ней приехать сюда? Я до последней минуты ее ждал, думал, она на самолет опоздала. Даже другой рейс дождался, она даже трубки не берет. А мне из банков звонят, спрашивают, когда кредит платить будете, а мне нечем. Это все отлично, конечно, но вы понимаете, что если бы с вами что-то случилось, в суде отвечать должен был бы я. Мне очень жаль, но мне придется исключить вас из нашей группы. Не надо! Я лично прослежу, чтобы он больше не наделал глупостей. Лиолетта, а что с вашим акцентом стало? Ну, не только у вас есть маленькие тайны. Да черт с вами, ладно, пойдемте, нас уже группа ждет. Что? Ногу подвернула. Так, давай, сейчас. Ну, давай сюда. Не надо, оставь меня, пожалуйста. Тихо, прекрати. Паша! Да прекрати ты! Саша, я тебя сейчас до автолуса донесу. Ну, все, спасибо, ставь. Ну, ставь! Ну, вот, все в порядке? Да. Точно? Спасибо тебе. Сейчас. Ну, что ты, я бы тебя на руках так носил бы, и носил, да. Но это уже лишнее. Если будете заказывать цветы из Голландии, я могу составить приветственное письмо. Им будет приятно. Можно рассчитывать на арабат. На что? На гешефт. Я воль. А-а-а! Да все в порядке, правда. Не поняла, Юра, а ты куда собрался? В Москву. Если хочешь, поехали. Ты с ума сошел? И с какой-то дурацкой ревностью вот так все бросить в одном шаге от цели? Какой цели, Саша? Я так понимаю, цели сохранить наши отношения у тебя нет. У меня нет, а у тебя есть, значит, да? Ты же сам собирался меня бросить, когда мы вернемся в Москву. Неправда. Я вообще не понимаю, зачем ты со мной поехал. Я беспокоился за тебя. Не хотел отпускать тебя совсем одну, хотел защитить. А теперь вижу, что никаких грабителей здесь нет, зато появились новые защитники. И я, как бы, оказался совсем не нужен. Говоришь ты со мной только о работе. Саша, может, действительно для тебя слишком старый и скучный? Саша! Саша! Короче, выбирай. Я все знаю. Подожди одну секунду, пожалуйста. Я так что слышал, как Костя разговаривает по телефону, очень нервничал, спрашивал, все ли готово к операции, ты понимаешь? Это классно. Одну секунду. Юра! Юра! Да ну никуда он не денется. Зато у нас все на мази. У нас до музея Янтаря осталась только одна экскурсия в поселок Янтарный. Ну, преступники-то у нас теперь под колпаком. Да, конечно, спасибо. Саша, тебе спасибо. Правда, это была лучшая экскурсия в моей жизни. Это правду тебе говорю. Аккуратней. Друзья, обычно после шторма на берег выносит огромное количество Янтаря. У вас есть уникальная возможность найти его самим. Ищите внимательнее, не волнуйтесь, всем хватит. Прошу, ищите. Кость, Костя, ты куда? Саша, смотри, посмотри, как Костя нервничает. Давай так, я его беру на себя, а ты отвечаешь за Наташу. Все стоять! Работает ОМОН! На месте, на месте! Вы сюда, быстро! Руки! Стоять! Стоять! Руки сюда! Стоять! 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 Больно! Ну, вот и все. Шевелись! Мы с тобой не пригодились. Оперативно, однако. Ну, я сказал! Может, вы объясните, что происходит? Спокойно! А вот и доказательство! Кольцо с бриллиантом! Пока не согласишься выйти за меня, нас не расцепят. Ты сумасшедший! Обещаю я тебе, как только мы поженимся, я стану, как все. Согласна! Это фантастик! Вау! Это фантастик! Вау! Цветы! Она согласна! Да, ребята жгут. Саша, ты чего такая грустная? Невероятно, что ты согласилась! Я так часто… Смотри! Да ты что! Я тебе янтарь нашел! Мы уедем с тобой! Свадьбу для путешествия! Хочешь? Спасибо! Куда-нибудь подальше! Настоящая воля! Да! Я знаю, такие места райские! Я сделал это! Ура! Друзья! Все в автобус! Впереди нас ждет кульминация нашего тура, музей янтаря и уникальная коллекция из Доминиканы! Прошу! Ребят, жары заберите! Ну что, думаешь, что проиграла? А еще какие-нибудь идеи есть? Думаю, что Юра был прав! Я полная дура! Нет здесь золотой парочки! Зато есть я! Да! О, молодой человек! А я ведь вас жду! До геротипа вашей готовы! Ну как, загадали желание! Одно на двоих, а? Да нет никаких двоих! Не судьба! Ну-ну-ну! Это все зависит от вас! Вот посмотрите! Посмотрите! Какая золотая парочка! Не может быть! Аппарат вызываемого абонента выкру... Мне нужно срочно попасть в музей янтаря! Вопрос жизни! Права есть? Конечно! Тогда вперед! Хоть вас ждет ваш! Спасибо! Спасибо! Выходим, пожалуйста, побыстрее! Выходим, не задержимся! Не разбегаемся! Спасибо! Обратите внимание! Городские ворота Дердона! Постройка 1803 года! Пожалуйста, проходим в музей янтаря! Быстрее, быстрее, друзья! Не отстаем! Скажите, а вы давно в колебалке работаете? Нет, всем уже! Я так и думала! Вы отличный водитель! А Павел классный гид! Вы все время с ним? В первый раз с ним работаем! Ему эту экскурсию как пробную дали! Саш, а ты чего тут застрял-то? Маме хотела позвонить! Связи нет! Пойдем! 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 Потом позвонишь! Пойдем! Заходим, заходим! Не теряемся! Рюкзак откройте! Проходите! Рюкзак откройте, пожалуйста! Так, а это что такое? Понятия не умею! Пожалуйста, проходим в следующий зал. Перед вами экспозиция, на которой представлено все разнообразие цвета янтаря. Вы видите, какое огромное количество этих цветов? И желтый, и темно-желтый. Иногда даже с крапинками коричневого и серого. А иногда даже и до бордо доходит цвет. Ну и самый дорогой, это белый янтарь. И называется он королевский. Ребят, вы теряете время, говорю же, я следователь из Москвы. Меня подставили, в вашем музее готовится ограбление. В курсе, нам уже позвонили. Ну тем более, а вы ерундой занимаетесь. Там во внешнем кармане есть удостоверение. Тут нет ничего. Этого еще не хватало. Так, звоните в Москву в управление полковника Узотова. Звоните в полицию, они должны быть в курсе. Нет, Свети. Уже глушилки поставили. Надо срочно перекрывать, блокировать все выходы и вызывать наряд. Золотая парочка уже внутри, они в любой момент могут пустить газ. Это этот, что ли? Я не знаю как, они могли протащить еще. Ну делайте уже что-нибудь, что настоит! Спокойно, сами разберемся. Пожалуйста, проходим в этот зал. Пожалуйста, пожалуйста, побыстрее. Перед вами, можно сказать, почетный гость нашего музея. Это самый дорогой экспонат из Эндерворд Мюзеем Санта Доминго. Этот янтарь достаточно молодой. Ему менее сорока миллионов лет. То есть, практически ровесник нашего, балтийского. Это только на первый взгляд. Доминиканский янтарь, особенно цветной, уникален по своей прозрачности и многообразию инклюзов. Это такие… Чего? Инклюзы – это такие включения в янтаре. Вот, например, сейчас я вам расскажу. Что такое? Вам плохо? Помогите! Да! Да! Да-да! Да! Кто-нибудь, пожалуйста! Тихо-тихо! Тихо-тихо! Не бойся, девочка, и все будет хорошо. И давай смотри на меня, смотри на меня и выдыхай носом. Медленно. Так, ртом выдыхай, носом выдыхай, еще раз. Вот молодец. Так, отдыхай. И выдыхай. Носом выдыхай. Пожалуйста. Так, вот, хорошо. Пиша, возьми. Я же говорю, это ограбление. Ай, тихо, 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 тихо. Скоро она уже едет. Вот, вот так. Вот, вот. Молодец. Хоть пустила. Пустите меня туда. Пустите меня туда. Пустите меня. Я это не знаю, ну. А, давайте я вам помогу. Да не надо. Не надо, не надо. Отставай. Ну, что ты за меня про выставку. Расскажите. Спасибо большое. О, господи. Что это? О, господи. О, господи. О, господи. Что это? Юра. Юра! А ну стоять! Давай, давай! Давай! Давай в машину! Сходи башку и высouring. понял? Давай! Давай быстрее! Стоять! Тише. Как дура! Садись в машину! Поднали за ней! Я за руль! На пассажирское! Тише. Спасибо тебе. Прости, что отпустила. Это я виноват, бросил тебя с этим сопляком. Давно ты его раскусила? Еще вчера, когда он про боли рассказывал. Слишком много несостыковок. Сезон ветров гораздо позже. Убут этот вообще не на море. Я не могла тебе сказать. Да, я понял уже. Мне следовало сразу догадаться, что он специально меня провоцировал. А я психанула, уехал как старый дурак. Прямо как он хотел. Ты не старая. А вот этот драндулет явно уже в летах. Пока мы разгонимся, они уже в порту будут. Оттуда море, мы билеты уже, скорее всего, купили. Порт? Значит, они идут в порт. Порт – это другое дело. Я знаю короткую дорогу. Вон они! Вижу. Вижу. Вот. Вижу. 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 В開心. Стоять! Стрелять буду! Стоять! Быстрее! Быстрее! Лесно! Помогите грабят! Всем оставаться! Не бегать! Не бегать за руки вверх! С оружием грабят! Не слушайте их! Оружие на землю! Это они! Не дергаться! Кому сказал? Руки вверх! Не дергайся! Отпустите! Он ничего не знает! Стоять смирно! Он взял меня в больницу! Отпустите его! Не слушайте ее! Она не хотела! Это я ее! Уводи его! Я ее заставил! Ее отпустите! Тихо ты! Пошел вперед! Давай проходим! В машину его! Все! Поехали! Прям золотая парочка! Но ведь и правда, похоже, любят друг друга! Я не про них! Я не про них! Да, мам! Ты даже представить тебе не можешь, насколько все хорошо! Почему сирены гудят? Это в нашу честь! Я люблю тебя! Я люблю тебя! Здравствуй. Здрасте. Ну что, поздравляю тебя, Александра, вся в отца. Спасибо. Здоровью. Как ты ее терпишь? Я ей горжусь. А вы, Борис Михайлович, на допрос приехали? Да, нужно разочек допросить, пока федералы не нагрянули. Ну что там, как там наша парочка? Дают показания, выгораживают друг другу, как могут. Такая вот бандитская любовь. Ну это понятно. Ладно, я побежал, вы тоже, бегите, у вас все-таки отпуск. И с любовью своей разобраться надо. Мы вроде как разобрались уже. Дадите мне отпуск на месяц. Да ладно. Медовый. Вот это новость. Я вас поздравляю, счастья вам и хорошего медового месяца. Спасибо. Хорошо отдохнуть вам. Все, полетел. Спасибо. До свидания. Давай. Александра, через десять дней, чтобы была на работе. Будет сделано. Ну что, десять дней это в принципе не так уж и мало. Куда полетим? Ну какая разница, только вот без сотовых телефонов и без грабителей. Ну почему, с грабителями даже как-то веселее. Пойдем. 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 Пойдем.